Туберкулез и ВИЧ Туберкулез, почему, когда мы говорим о ВИЧ и туберкулез, эти две эпидемии идут вместе? Добрый день, уважаемые телезрители. Эти две инфекции изначально созданы природой и придуманы так, чтобы подавлять иммунитет. Поэтому, естественно, начертанно свыше идти одна с другой вместе. До того момента, как появилась ВИЧ-инфекция, она была впервые, выявлен вирус иммунодефицита, и это, в общем-то, туберкулез считался царем болезни, потому что он мог маскироваться под практически любое заболевание. Но после того, как появилось такое грозное заболевание, как ВИЧ-инфекция, естественно, уже как бы туберкулез немножко, казалось бы, отступил. Но, тем не менее, эти две инфекции взаимосвязаны. С чем связана эта взаимосвязь? Во-первых, ВИЧ-инфекция развивается у пациентов, и она угнетает иммунитет. Прежде всего, действует на клетки, так называемые Т-лимфоциты, имеющие рецептор CD4, который отвечает за иммунный ответ. И по мере того, как вирус размножается, поражение этих клеток становится все больше, иммунный ответ становится все слабее и слабее. И на этом фоне развиваются любые инфекционные и опухолевые заболевания, которые склонны к такому бурно прогрессирующему течению, то есть более тяжелому течению, в том числе и туберкулез. Поэтому, естественно, есть снижение иммунитета, есть туберкулез. Но, с другой стороны, сам возбудитель туберкулеза, то есть микобактерия, она способна воздействовать на вирус иммунодефицита таким образом, что она усиливает его способность к размножению. Причем, по разным литературным данным, от 50 до 150 раз. Тем самым, как бы, две эти инфекции, они одна другую потенцируют. Поэтому, естественно, они текут вместе, сообща. И у пациентов, которые ВИЧ-инфицированы, подход к этим двум заболеваниям должен быть только комплексный, то есть не по отдельности. А какова ситуация с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом в России и в Севастополе? Ну, ВИЧ-ассоциированный туберкулез является, скажем так, вызовом человечества. И последняя всероссийская конференция по туберкулезу, которая была в конце ноября, на ней выступал директор программ туберкулеза Всемирной организации здравоохранения, господин Равильони. Он четко сказал, что туберкулез плюс ВИЧ – это один из трех ключевых моментов, с которым предстоит бороться противотуберкулезным программам во всем мире, в том числе и в Российской Федерации. Конечно, удельный вес этих пациентов увеличивается, потому что ВИЧ-инфицированные пациенты, их само наличие связано с поведенческими факторами. То есть, если различные инфекции больше связаны с медицинскими факторами, с профилактическими, санитарной гигиеной, то ВИЧ-инфекции здесь поведенческие факторы. Потому что передача происходит в основном либо половым путем, либо при использовании инъекционных наркотиков. Это более 90% передач. Естественно, что повлиять на поведение только медицинскими мероприятиями бывает очень сложно. То есть, если другие инфекции можно взять под контроль, используя различные санитарные мероприятия, то здесь это будет сложнее. Поэтому пока не будет меняться поведение в обществе, естественно, взять под полный контроль ВИЧ-инфекцию будет достаточно сложно. Раз популяция ВИЧ-инфицированных пациентов увеличивается, соответственно, их риск заболевания туберкулезом тоже. Если мы немножко остановимся и скажем, что риск заболеть обычному человеку – это не более 10% на протяжении жизни, то риск ВИЧ-инфицированных 10% в течение года или 50% на протяжении жизни. То есть, фактически, каждый второй ВИЧ-инфицированный пациент, он рано или поздно может переболеть туберкулезом. Поэтому, естественно, ситуация такова. Если говорить о городе Севастополе, то дельный вес ВИЧ-инфицированных составляет порядка 20% среди больных туберкулезом. То есть, фактически, каждый пятый выявленный туберкулезный больной, он имеет ВИЧ-инфекцию. Если сравнить показатели 2015-2016 года, но пока, к сожалению, только 11 месяцев, то есть такая оперативная информация, мы имеем небольшое снижение среди пациентов с сочетанной инфекцией. За 2015 год где-то было 8,8 на 100 тысяч заболеваний, сейчас где-то 7,2, то есть где-то около 18%. Но я лично считаю, что это не окончательные данные, и они связаны с недовыявлением, чем с объективной ситуацией, потому что общий мировой и российский тренд несколько иной. Поэтому так. А каковы особенности проявлений и диагностики сочетанной инфекцией? Вот действительно есть определенные особенности. Как тогда стали регистрироваться, сначала первый случай ВИЧ-инфекции, ну, известно, что они стали регистрироваться в Западной Европе, в Америке, у них, скажем так, у наших заокеанских коллег, немножко другой фон микрофлоры, у них очень мало туберкулеза. И поэтому, естественно, у них там первые случаи были, это проявление в виде саркома Капоши, пневмоцистной пневмонии. У нас же в странах СНГ и в России очень высокий удельный вес туберкулеза, то есть большая прослойка инфицированного населения. И поэтому туберкулез среди других оппортунистических, то есть инфекций, связанных с угнетением иммунитета в ВИЧ-инфицированных, он превалирует. И по мере того, как угнетается иммунитет, туберкулез начинает проявляться в более атипичных формах. И вот, как я говорил, что первые случаи, которые стали регистрироваться, именно уже у нас, и в Севастополе, и в России, и в других странах Содружества, они привлекали к себе внимание тем, что была какая-то типичная картина. То есть эти пациенты вроде попадают в противотуберкулезный диспансер, но клиническая картина разворачивается такая, что даже в тезиатры с огромным опытом они не могли 100% сказать, что это именно туберкулез. Потому что проявлялось в виде увеличения внутригрудных лимфоузлов, что у взрослых обычно никогда не было. Так протекал детский туберкулез. Вовлечение множества органных и тканей с различными отсевами. То есть так протекал обычно онкологический процесс, ведь это карциноматоза. Но по мере накопления знаний и нашими специалистами, и во всем мире специалистами, произошло понимание течения туберкулеза в зависимости от стадии угнетения иммунитета, то есть это так называемая стадия ВИЧ-инфекции. И чем стадия глубже, тем туберкулез течет более атипично. То есть при иммунном статусе меньше, чем 200 клеток туберкулез течет в проявлении внелебочных проявлений, а уже менее 50, так называемая септическая или генерализованная форма. То есть когда туберкулезные изменения находятся практически во всех органах и ткани, поражен костный мозг, то есть достаточно тяжелое течение. Какие трудности при лечении этих двух инфекций? Самая большая трудность, с которой приходится сталкиваться и медицинскому персоналу, но прежде всего именно пациенту, потому что на сегодняшний день основной тренд – это именно пациент-ориентированный подход, это то, что нужно воздействовать сразу на две инфекции. То есть если мы возьмем обычно любое заболевание, грипп, инфаркт миокарда, абсолютно из любой соматической патологии, то мы понимаем, что назначение огромного количества препаратов – это полипрагмазия, может быть какая-то аллергическая реакция. Даже в нашем основной медицинской конституции, 323-м федеральном законе, написано, что назначение препаратов более 5 только через решение врачебной комиссии в отдельных исключительных случаях. То здесь сходу получается, что пациент должен получить лечение туберкулеза, а это от 4 до 7 препаратов противотуберкулезных. Он должен получить антиретровирусную терапию, это уже стандартно 3 препарата, то есть мы уже получаем порядка 7-10 препаратов. И профилактику других оппортунистических инфекций, таких как пневмоцистная пневмония, это все больше, что бисептол, там противогрибковая. В итоге пациент получает порядка 10-12 препаратов, то есть не таблеток, а в таблетках это порядка 25 таблеток в день. То есть достаточно большая медикаментозная нагрузка на пациента. Естественно, приверженность к такому лечению очень сложная. И вот здесь важен именно мультидисциплинарный подход, то есть что вокруг пациента сосредоточены силы и противотуберкулезной службы, и службы ВИЧ-инфекции, и психологи, и также какие-то социальные работники, работники неправительственных организаций, которые занимаются именно помощью этим пациентам. И сконсультирование по принципу равный-равным, когда они объясняют своим товарищам, что вот я прошел через это, у меня получилось, я стал здоровым в отношении туберкулеза и взявшим под контроль свое течение ВИЧ-инфекции, то есть вирусная нагрузка не определяется, я живу полноценной жизнью, у тебя тоже получится. Поэтому только вот такой вот комплексный подход позволяет вывести этого пациента из такого достаточно тяжелого состояния. То есть очень важна интеграция двух служб и каких-то совместных программ, правильно я понимаю? Конечно, это является опять же основополагающей концепцией Всемирной организации здравоохранения, а также уставных документов, которые принимаются Министерством здравоохранения Российской Федерации. То есть только две службы должны работать вместе. Это отмечено и на прошлогоднем заседании у председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева о создании координационных советов при заместителе губернатора по вопросам именно лечения социально опасных заболеваний. На сегодняшний день этот законопроект, он уже внесен в правительство Севастополя, там проходит юридизация документов. Кроме того, был проведен буквально недавно к 1 декабря круглый стол в Департаменте здравоохранения под руководством нашего директора Департамента Ольги Анатольевны Емельянин, куда были приглашены не только медицинские службы, которые отвечают за ВИЧ-инфицированных пациентов, то есть это СПИД, ТУП и наркологическая служба, но также и наши коллеги из Роспотребнадзора и представители неправительственных организаций, которые занимаются поддержкой этих пациентов. То есть Гавань Плюс, МЦЖИ и другие организации. Также Министерский колледж, который занимается образовательными программами. И по результатам этого круглого стола была принята резолюция о движении совместной, движении только вперед. Ну что ж, и резюмируя нашу беседу, ваши советы телезрителям? Ну, мои советы в отношении туберкулеза, они как бы всегда однотипные. То есть не существует универсальных средств профилактики, которые могут сказать, что да, однозначно, сделав вот это, я не заболею туберкулезом. Но, тем не менее, есть ряд достаточно простых средств, при помощи которых можно снизить риск очень значительно. Если это касается детей, то прежде всего это вакцинация БЦЖ. Конечно, сейчас и в интернете особенно идет массированная пропаганда отказа от прививок. Я настоятельно рекомендую родителям малышей новорожденных от этого ни в коем случае не отказываться. Многие считают, что БЦЖ не профилактирует от инфицирования. Да, она не профилактирует от попадания инфекции в организм. Но она защищает от смертельных форм, таких как миллиардный туберкулез, туберкулезный менингит. При этих формах, к сожалению, летальность почти 100%. Поэтому это первое. Ну, а уже для наших взрослых телезрителей, конечно, это визведение здорового образа жизни. То есть отказ от курения, от алкоголизации, потребления наркотиков, разумное питание, здоровый образ жизни, профилактика стресса, самое основное. Ну, а в отношении ВИЧ-инфекции здесь два пути. То есть это введение упорядоченной половой жизни с использованием средств барьерной контрацепции, то есть презервативов, ну и отказ от наркотиков. Ну что ж, Андрей Владимирович, спасибо, что пришли к нам в студию и поделились такой важной информацией. Напомню, у нас в гостях был главный внештатный специалист, фтизиатр Департамента здравоохранения Севастополя Андрей Вербицкий. Эфир ЭКС продолжается. Я желаю вам здоровья и самого доброго. И всего самого доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok